Нейросенсорная тугоухость уже много лет является предметом экспериментальных и клинических исследований. Недавно выявленная новая мутация гена, которая приводит к глухоте. Поскольку предполагалось, что гибель волосковых клеток является клеточным механизмом, приводящим к потере слуха, у мышей с генетической мутацией, с потерей слуха, в исследовании изучались оттопротекторные эффекты тавра-урса-дезоксихолевой кислоты. Результаты экспериментов показали, что системное лечение тавра-урса-дезоксихолевой кислоты значительно облегчает потерю слуха и подавляет гибель волосковых клеток у мышей. Кроме того, тавра-урса-дезоксихолевая кислота подавляла активность генов, отвечающих за глухоту, и различных ферментов, участвующих в этом процессе. Полученные данные свидетельствуют о том, что тавра-урса-дезоксихолевая кислота может быть потенциальным терапевтическим средством для человеческой глухоты. Более того, лечение эритропоэтином и ингибитором гибели клеток З-ВАТ-ФМК может значительно сохранить волосковые клетки улитки и предотвратить потерю слуха у мышей-мутантов с генетическим наследственным заболеванием потери слуха. Что касается дозировки, в предыдущем исследовании на мышиной модели пигментного ретинита, мыши, получавшие лечение высокими дозами тавра-урса-дезоксихолевой кислоты в объеме 500 мг на кг, показали негативное влияние на массу тела развивающихся мышей. В другом предварительном исследовании также наблюдали снижение массы тела при приеме тавра-урса-дезоксихолевой кислоты в дозе 200 мг на кг, начиная с 7 недели. Более того, было обнаружено, что тавра-урса-дезоксихолевой кислота в дозе 100 мг на кг может защищать от потери слуха без явных токсических эффектов, тем самым обнаружив хороший баланс между безопасностью и эффективностью. Кроме того, предполагается, что раннее лечение тавра-урса-дезоксихолевой кислотой может защитить от слепоты и глухоты при синдроме Ушера у человека, который имеет ту же генетическую мутацию, что и мышиные модели генетической мутации. Продолжение следует...